Здравствуйте всем! Сегодня мы будем говорить о достаточно интересной теме, тема населения мира, населения Земли. И первое, о чем нужно говорить здесь, это то, о том, как у нас равномерно или неравномерно идет размещение населения по планете. Что такое размещение населения? Размещение населения – это процесс распределения населения на определенной территории. По территории Земли, вообще изначально как было, были основные центры, где сконцентрировалось население. По территории Земли население распределено крайне неравномерно. Около 70% людей проживает всего на 7% суши, а из суши всего лишь 15%, которая территория вообще не заселена. Это области, как правило, с экстремальными природными условиями или непригодными для жизни вообще территориям. Что влияет на размещение населения? Конечно же, это сама численность населения. Где ее будет больше или где ее будет меньше? Почему она становится больше или она становится меньше? Соответственно, на это влияют определенные факторы. Как изменяется численность населения? Во-первых, это естественный прирост. Это разность между числом родившихся и числом умерших людей за определенный период времени. И это рождаемость, то есть количество родившихся за тот или иной период времени. И естественный прирост также включает в себе смертность. Это количество людей, которые умерли за определенный период времени. То есть естественный прирост составляется из рождаемости и смертности. Но о чем мы еще важно не сказали. И в целом, какая же наука у нас занимается, собственно говоря, населением и все, что с ним происходит. Такая наука, как демография. Демография – это наука, изучающая состав, численность, закономерность и воспроизводство и территориальное размещение населения на Земле. Значит, на Земле у нас проживает более 7 миллиардов человек. И численность растет с каждым годом. То есть на графике мы видим, какие годы, какая численность населения примерно составляла. И прогнозы мы также тоже видим. Что влияет на расселение людей? Какие факторы влияют на размещение населения? В целом, если мы разбиваем планету по полушариям и понимаем, что у нас есть северное и южное полушария, у нас есть западное и восточное полушария, то больше всего людей проживает в азиатской части. Здесь такие государства, как Индия, как Китай, которые берут, конечно, на себя большой объем по численности людей. Эти страны, где численность превышает миллиарда. Следующая ответа оппозиции – это сразу же уже миллионы. Почти на миллиард сразу же меньше. Но какие же факторы влияют на размещение населения, которое у нас крайне неравномерно? Первый фактор – это природный фактор. Поскольку люди всегда выбирали районы с благоприятными климатическими условиями. Поэтому активно оселились в долинах рек, на территориях с теплым мягким климатом и плодородными почвами. В наши дни большая часть населения сконцентрирована в пределах умеренного субтропического и субокваториального пояса. То есть там, где у нас достаточно теплые и благоприятные условия для проживания человечества. Если мы с вами вспомним опять-таки тему климата, мы понимаем, какие здесь особенности. Температурные, в первую очередь. Ну а дальше уже идет взаимосвязь и природных зон, и, соответственно, почвы тоже. Второй фактор, о котором нужно сказать, который влияет также на размещение населения – это исторический фактор. Чем раньше человека в какую-либо территорию, тем, соответственно, больше на ней проживает людей. Тоже, если мы посмотрим, да, вот великие пути, которые шли раньше, мы видим, что вдоль них продолжается жить и население. Или города, которые развивались намного раньше, мы тоже видим, что здесь проживает большое количество людей по численности. То есть исторический фактор тоже влияет на размещение населения. Следующий фактор – это социально-экономический фактор. Значит, население тяготеет к районам с развитой промышленностью, с развитым сельским хозяйством, с развитыми транспортными путями и торговыми путями. То есть всегда человек выбирает там, где ему будет благоприятно, там, где он будет понимать, что он имеет работу, хорошую работу. Поэтому человек едет и живет там, где для него созданы такие условия, то есть социально-экономические. Следующий фактор, о котором тоже нужно сказать – это, конечно, демографический. То есть чем выше естественный прирост, тем больше численность населения. Значит, об естественном приросте мы с вами сказали немножечко ранее. Естественный прирост, то есть воспроизводство, другими словами, что оно из себя представляет? Это разница между числом родившихся и числом умерших за определенный период времени. То есть берем мы год, и за год мы считаем, сколько у нас родилось, сколько у нас умерло, и мы понимаем, какое количество людей у нас, соответственно, в естественном приросте. Естественный прирост может быть как положительным, так и отрицательным. И от того, какой он положительный или отрицательный, будет влиять то, какое общество, на какой фазе развития оно находится. У нас бывает общество с традиционным типом или с современным типом. Для современного типа воспроизводства характерен именно отрицательный прирост, естественный. Здесь понимаем, что говорит современный тип воспроизводства. Он говорит о том, что у нас в семьях по одному ребенку, у нас увеличивается продолжительность жизни, то есть лучшее, более медицинские условия, то есть это характерно для развитых, для высокоразвитых государств. И здесь получается так, что маленькое количество рождаемости идет, но большое количество смертей, потому что люди, естественно, увеличили себе продолжительность жизни за счет каких-то, за счет развитости медицины. И есть традиционный тип воспроизводства, это когда он характерен больше для развивающихся стран, где велика доля рождаемости, то есть в семьях это 3, 5 и более детей. Соответственно, уровень жизни по медицинским показателям он, скажем, средний или даже ниже. То есть получаем, что большое количество родившихся и, соответственно, меньше число умерших. То есть рождение перекрывает, соответственно, второе показатель, поэтому получаем положительный, естественный прирост. Если мы разбираем конкретно какую-то территорию, какое-то государство, то там в зависимости от территории оно тоже может разниться. Что еще нужно сказать по особенностям размещения населения на сегодняшний день? Как ранее также говорилось о том, что самый населенный регион мира – это Азия. То есть если мы опять-таки смотрим южное и северное полушария, смотрим западное и восточное полушария, то больше всего приходится именно на регион Азии. Здесь проживает около 4,6 миллиардов человек на планете. После Азии у нас следует Африка. В Африке проживает 1,3 миллиарда человек на планете. Далее следует Европа. Здесь 747 миллионов человек проживает. И далее идет Латинская и Северная Америка. А Латинская, то есть понимаем, это Южная Америка, исторически так сложилось, что она имеет название Латинская. Поскольку в основе языка, на котором говорят, да, и говорят на испанском, в основе лежит Латинский язык. Здесь у нас 642 миллиона, и 368 миллионов на Северную Америку приходится соответственно. Наименее заселенным регионом являются Австралия и Океан. Здесь проживает свыше 42, ну, почти 43 миллионов человек. Если говорить в процентном соотношении, то около 80% населения мира проживает на территориях с абсолютной высотой до 500 метров, если мы говорим про природные какие-то условия. Но они занимают из общего показателя всего лишь 28%, которые приходится на слушание. На высоте более 1000 метров, то есть на километре в высоту, живет всего 8% населения. Наибольшее количество людей, живущих в высокогорном поясе, характерно для Южной Америки. Здесь отдельные самостоятельные государства образованы, которые находятся именно в высокогорьях. Например, Чили, например, Эквадор. Значит, это тоже будет все уходить сюда. Значит, в высокогорьях Ант, то есть выше как раз таких 2000 метров, проживает 11% населения данного региона. То есть это достаточно большой процент. Примерно половина всех жителей Земли сосредоточена на территории, удаленной от побережья морей и океанов, не более чем на 200 километров. То есть люди также в большей степени селятся где-то у побережья. Но это всего составляет 16% от территории всей суши. Соответственно, также можем сказать о плотности населения. То есть плотность населения, что это такое? Это количество людей, проживающих на одном квадратном километре. И как у нас делится показатель, тут закономерность такая, что чем меньше государство по площади, тем, соответственно, там может больше проживать людей. И плотность тогда увеличивается. Если мы говорим про плотность населения по крупнейшим регионам мира, то большая плотность населения как раз-таки имеет Европу. Потому что в целом Европа по площади, она не очень большая, а количество людей здесь проживает достаточно. Поэтому Европа, значит, это 73% 73 человека на квадратный километр. Следующая это Азия. Это 104 человека на квадратный километр. Далее следует Африка. 44 человека на квадратный километр. Северная Америка. 15 человек на квадратный метр. И Латинская Америка. 33 человека на квадратный метр. Ну и меньше всего по плотности населения у нас занимает Австралия и Океания, то есть это 5 человек на квадратный метр. Если же мы говорим про государства, высокая плотность населения имеют, это города-государства, потому что опять-таки мы говорим, что площадь самого города-государства, она будет небольшой, а количество людей здесь будет проживать обширное, большое. Соответственно, мы понимаем, что у нас есть такие маленькие города, по высокой плотности будут занимать лидирующие позиции, такие как Монако, Сингапур, Бахрейн, Мальта, Сан-Марина. Вот такие вот у нас выходят государства. Ну и также к густонаселенным государствам у нас относятся Индию, относятся Ливан, Израиль, Бельгию, Японию, Фри-Ланку, Сальвадор. Ну и есть, конечно же, территории и государства с наименьшей плотностью. Это такие государства, как Монголия, как Австралия и Намибия, Исландия и Канада. Это что касается плотности населения. Если же говорить про страны-лидера по численности населения, возвращаться все-таки к количеству, то здесь, соответственно, мы имеем следующих лидеров. То есть самое первое место по численности людей у нас занимает США... Ой, простите, у нас занимает Китай. Китай имеет, соответственно, за миллиард количество населения. Ее же догоняет Индия. Вот здесь нужно смотреть статистику, что мы получим по официальным данным, уступит ли Китай Индии или же нет. И следом, то есть и у Индии тоже за миллиард человек численность населения, а третью позицию уже занимают Соединенные Штаты Америки. Их показатель, считайте, сразу же на миллиард людей меньше, чем у первых двух. То есть там 350 миллионов человек. Значит, если мы говорим, да, ну и там дальше идет порядок стран. Если мы говорим про Российскую Федерацию, которая имеет самую большую площадь территории, то мы занимаем лишь девятую позицию. 146 миллионов человек, проживающих на территории. То есть это очень мало, да, такой большой территории. Нас обгоняет и Индонезия, нас обгоняет и Бангладеш, да, таких государств, которые имеют в разы, в десятки раз, площадь меньше, чем территорию России. Отсюда каждое государство имеет свою демографическую политику, направленную на увеличение, естественно, прироста, увеличение числа численности населения, либо наоборот на уменьшение. Значит, соответственно, у каждого государства она своя, это демографическая политика. В России она направлена на увеличение численности населения. Скажем, в Индии или в Китае она, наоборот, направлена на то, чтобы снизить численность населения. Значит, это что касается данных показателей. Следующее, о чем нужно говорить, да, это то, как же и где же все-таки проживают у нас люди, да, помимо того, что есть определенные факторы, влияющие на размещение населения, размещение крайне неравномерно. Идет следующее, конечно, о чем нужно говорить, да, что еще влияет также на то, где у нас идет расселение людей. Значит, это миграция, да, миграционный процесс, это переселение людей на новые земли, на какие-то новые территории или куда-то с какой-то целью человек у нас перемещает. Значит, это миграция. Она также будет влиять на то, как размещено население. Есть основные пути и направления миграции. Но сегодня мы говорить будем не о миграционном процессе. Мы будем говорить следующее, это то, где же проживают люди. А люди у нас живут, непосредственно выбирают, живут в населенных пунктах. То есть все это входит в расселение населения. Расселение населения – это такой процесс формирования и развития сети населенных пунктов. Что такое населенные пункты? Значит, населенные пункты – это место постоянного проживания людей. Населенные пункты у нас делятся на два направления. Это может быть городское или сельское. То есть городской или сельский населенный пункт. То есть два типа всего. Значит, у нас, если мы говорим относительно характера расселения, и говорить об удельном весе городского населения по крупным регионам мира, если мы говорим про городское население, что вообще относится к числу городского населения. Это города, это городские поселки. Это если мы говорим, что относится именно к городам. К сельскому населенным пунктам у нас относятся деревни. Это групповая форма расселения. Распространенное преимущество преимущественно в Центральной и Южной Европе, и также в России. И фермеры. То есть это рассеянная форма расселения. Она распространена в Соединенных Штатах Америки, в Канаде и в Австралии. Значит, если мы говорим про удельный вес городского населения по крупным регионам мира, то мы видим, что в целом по городскому и сельскому населению распределение идет примерно равномерно. То есть 50% приходится на городское, 50% приходится на сельское население. Городского населения в большей степени мы видим по регионам в Европе, в европейской части, в Северной Америке, в Южной Америке, ну, конечно, в Австралии и Океане. То есть здесь на себя в большей степени берут именно городское население. Значит, опять-таки понимаем, что связано это в целом со странами, какие здесь, да, это развитые, это высокоразвитые страны, да, то есть это особенности природы, особенности занятости населения, и, соответственно, понимаем, что люди стремятся к чему, да, то есть это также социально-экономический фактор, влияющий на размещение населения. Значит, если мы говорим про, в общих частях, про сельское население, да, то сельское расселение возникло с развитием земледелия. В настоящее время в сельском, в сельском местности живет, по разным данным, где-то 50, где-то 52,5% населения мира. Значит, к сельским населенным пунктам насчитывается у нас порядка 15-20 миллионов, и они различаются по видичине, по форме и специализации хозяйства. Если вот мы вернемся обратно на слайд, то мы видим, да, что больше всего сельского населения приходится на африканскую, на азиатскую часть и меньше, соответственно, уже в других регионах мира. Значит, что нужно еще отметить, да, про сельское население. Опять-таки, да, что, как говорилось ранее, что она делится на групповую, то есть деревенская и рассеянная, то есть это какая-то ферма. Групповая, она наиболее распространена в странах Центральной и Южной Европы, в России, в Японии и во многих развивающихся странах. Это групповая форма, то есть деревня. А рассеянная форма, то есть это ферма различная, она наиболее распространена в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, в Австралии, в странах Северной Европы. Ну, здесь тоже, опять-таки, можно проследить закономерность того, чьи ранее были это территории. Значит, это что касается сельского населения. Далее, если мы будем с вами приходить уже непосредственно к изучению каждых из, по направлению, да, вот городское расселение. Значит, что такое город? Город — это населенный пункт, большая часть населения которого, которого занято в сфере промышленности, в сфере строительства, обслуживания и в других сферах, не связанных с сельскохозяйственной деятельностью. Единого понятия город для всех стран не существует. То есть, часто главным критерием его выделения является людность, да, то есть количество людей, проживающих в данном населенном пункте. В некоторых странах городами считают поселение с численностью больше тысяч человек. В США, чтобы населенный пункт был городом, в нем должно жить не менее 250 человек. В России не менее 12 тысяч человек. В Японии больше 30 тысяч человек, да, то есть здесь разное количество людей. Значит, у нас также имеются типы городов, да, то есть в зависимости от численности мы по нашей классификации, да, здесь можем распределить их на направление. Тут существуют малые города, где численность человека идет до 50 тысяч. Есть средние города, численность населения идет от 50 до 1000 человек. Есть большие города, значит, численность населения в них идет от 1000 до 250 тысяч человек. Есть крупные города, значит, их показатель людей составляет от 250 до 500. Есть крупнейшие города, значит, здесь показатель идет от 500 до 1 миллиона людей. И есть города-миллионеры, да, то есть здесь проживает более 1 миллиона людей. Значит, это что касается типов городов. Значит, это мы с вами отметили. Следующее, да, о чем нужно говорить, также о городах, да, города возникли в древности как центры административной власти, торговли и ремесла. С развитием индустрии в них концентрировалось промышленное производство, формировалась инфраструктура, развивались транспортные связи, и в городах проживает 50% населения земли, да, то есть это мы тоже видели с вами на предыдущем слайде. Есть такое понятие, как урбанизация. Урбанизация – это рост городов и городского населения. Если, скажем, еще в начале 20-го столетия в большей степени в мире люди проживали именно в сельском населении, то со второй половины 20-го столетия люди начали перемещаться в города. И тут появляется такое понятие, как урбанизация, да, то есть это рост городов и городского населения. Значит, это три основные черты современной урбанизации. Это быстрый темп роста городского населения, особенно в менее развитых странах. Это высокая концентрация населения в больших городах. И это разрастание городов в сырье. Особенно быстрые темпы роста городского населения характерны для 20-го века, о том, что я сказала до. Значит, вот в начале 20-го столетия в городах проживало лишь 14% населения Земли, то, соответственно, во второй половине 20-го столетия показатель вырос в два раза. Доля городского населения значительно отличается по странам и континентам. В Европе, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Океане городское население составляет около 70% от всего населения, а в Африке и Азии чуть более 30%. Особенностью процесса урбанизации в развитых странах стало явление субурбанизации. То есть это переезд части городского населения в пригороды. То есть в США 60% городских жителей проживает в пригородах. Это связано с ухудшением экологических условий в крупных городах, высокими местными налогами и удорожанием инфраструктуры. Это что касается у нас урбанизации. Как раз эти патенты, по темпам, ростам урбанизации в мире. Соответственно, здесь мы можем также поделить страны по типам уровню урбанизации. То есть у нас есть высокоурбанизированные страны, среднеурбанизированные и слабоурбанизированные страны. К высокоурбанизированным странам у нас относится тот показатель, когда уровень урбанизации идет больше 50%. Относятся все высокоразвитые страны и многие из развивающихся стран. Например, такие государства, как у нас Норвегия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Дания, Аргентина, Бразилия, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур. И другие у нас будут идти непосредственно относиться к высокоурбанизированным странам. Есть у нас среднеурбанизированные, где уровень урбанизации составляет 20-50%. Сюда относятся большинство стран Азии, такие как Казахстан, Китай, Индонезия и отдельные страны Африки. Например, Египет, Нигерия, Марокко, Тунис, Алжир или Южная Африканская Республика. Слабоурбанизированные страны, то есть где уровень урбанизации меньше 20%. Сюда относятся большинство слаборазвитых стран, такие как Афганистан, Чад, Нигер, Эфиопия и многие другие. Значит, далее мы видим пример карты мира и урбанизация стран непосредственно. То есть мы видим по показателям того, где у нас высокоурбанизированные страны, где у нас среднеурбанизированные страны и слабоурганизированные страны. То есть это то, о чем я также вам сейчас говорила. То есть здесь мы также видим. Ну и вот также еще один пример по показателям. Тут можно еще разделить на очень высокоурбанизированные страны, высокоурбанизированные, среднеурбанизированные и слабоурбанизированные страны. Уже видим, соответственно, показатели. Ну и дальше мы можем с вами говорить о самых больших городах мира. Значит, здесь у нас является такой, где у нас расположено, да, это Япония, да, то есть Токио, 37,5 миллионов человек. Нужно смотреть также еще показатели по статистике, потому что иногда бывает больше, иногда бывает меньше. То есть здесь тоже нужно отслеживать. Значит, Токио у нас является столицей Японии. Это крупнейший центр культуры, финансов и промышленности всей Японии. Расположен в юго-восточной части острова Хансю. Это самый большой город в мире. То есть это Токио. К еще одному из самых больших городов мира у нас относится Джакарта. Мы видим, что численность населения приближается к 30 миллионам. Человек, значит, здесь, Джакарта является столицей Индонезии. Значит, это крупнейший город Индонезии. И город, город раскинулся на северо-западном побережье острова Ява. Вот здесь вот, когда мы с вами говорили о типах городов, да, мы с вами сказали, что есть города-миллионер, где более 10 миллионов человек проживают. Но появляется, помимо городов-миллионников, да, есть такое понятие, как мегаполисы. Мегаполисы – это там, где проживает численность людей, более 10 миллионов людей, да, то есть это мегаполисы. И вот как раз-таки крупнейшие страны, не страны, простите, города, они будут также относиться посредственно к мегаполисам. Значит, следующий – это Дели. Дели – это крупнейший город в Индии. Располагается он там, значит, как его называют, столицей семи империй. Значит, место в богатейшей, из богатейшей истории. На его территории находится 60 тысяч памятников мирового значения. Город находится на севере Индии, на берегу реки Ямуна. Да, то есть вот здесь мы тоже видим пример данного города. Следующее – это Сеул. Сеул у нас располагается в Южной Корее. Это столица данного государства. Не путайте с Северной Кореей, да, это разные абсолютные государства. Значит, Сеул и Южная Корея. Значит, крупный мировой промышленно-финансовый центр разместился на берегах реки Ханган. Из достопримечательности здесь имеется пять дворцов династии Часун. Ну, то есть мы тоже видим пример данного города. Следующий – это Манила. 22,7 миллиона человек. Страна Филиппины. Это столица государства. Расположена она на берегу Манийского залива. Одной из самых густонаселенных территорий в мире. То есть здесь также расположился данный город. Следующий город, о котором нужно сказать – это Шанхай. Это в Китае. Это крупнейший город Китая. Расположен он в дельте реки Янцзи. Один из ведущих мировых финансовых центров. Значит, место обитания элиты Китая. Сосредоточение культуры, моды. Значит, это все вот сюда, да, Шанхай. Вот если мы говорим про показатели Китая, про какие-то экономические показатели, то зачастую Шанхай не включают в него, потому что достаточно высокоразвитый город, в отличие от всей основной территории государства. Следующий – это Карачи. 2,1 миллиона человек. Он расположен в Пакистане. Это крупный портовый город. Расположен на побережье Аравийского моря. В Карачи расположены все крупнейшие корпорации страны. Город является крупным центром высшего образования в исламском мире. То есть мы тоже видим то, как он нам показывает. Следующий город, о котором нужно сказать – это Нью-Йорк. То есть это 2,6 миллионов человек. Это по официальной статистике. Страна США – крупнейший город, важнейший мировой финансовый, политический, экономический и культурный центр. Расположен на берегу Атлантического океана. В городе находятся знаменитые небоскребы. И что еще важно отметить? Зачастую, когда говорят о США и спрашивают столицу, люди ошибочно говорят о том, что это Нью-Йорк. На самом деле нет. Помним, что столица США – это Вашингтон. Хотя Нью-Йорк является крупнейшим городом здесь в стране. Следующий город, о котором нужно сказать – это Мехико. Мехико – это столица Мексики, политический, экономический и культурный центр данного государства. Город расположен в межгорной Котловине на Мексиканском Нагорье. Мехико построен на месте уничтоженного испанскими завоевателями города Ацтеков. Город испытывает колоссальные транспортные проблемы, вызванные как раз-таки перенаселением. И вот здесь, если смотреть, следить за статистикой, показатели, если мы говорим про самый многочисленный город, лидер, то тут нужно смотреть, потому что показатели. Бывает, что это забирает на себя Токио, бывает, что это Мехико как раз-таки. Следующий город, о котором нужно говорить как о одном из самых крупных – это Сан-Пауло. Сан-Пауло расположен в Бразилии. Это самый большой город в южном полушарии, расположенный вдали долине реки. Один из самых современных городов, практически полностью застроенный небоскребами. И здесь тоже с Бразилии обстоит такая ситуация, что здесь есть, скажем, два ведущих города. Это как раз Сан-Пауло и это Рио-де-Жанейро. И вот между городами был спор, кто же будет выполнять столичные функции. И дабы разрешить этот спор, в государстве был построен отдельный город, Бразилия, который был создан специально для того, чтобы выполнять столичные функции. Значит, это что касается самых крупных городов у нас на планете. Что еще важно отметить, да, что есть такое понятие, как агломерации. Значит, агломерации, что это такое? Это скопление мелких городов вокруг крупных городов, объединенных в одну систему хозяйственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями. То есть у нас есть какой-то главный город, и вокруг него образуются более мелкие города, которые тесно взаимодействуют в своей хозяйственной деятельности с крупным городом. Конечно, существуют крупнейшие агломерации у нас в мире, да. То есть такие, как Токио, да, мы как раз говорили об одном из таких крупных городов. Это Нью-Дели, это Шанхай, это Сан-Паула, это Мехико, это Дака, это Каир, это Пекин, это Мумбай, это Осака, да. То есть это те города, точнее, как это те самые крупные агломерации. Значит, когда у нас происходит слияние, когда у нас происходит большой рост агломерации и происходит слияние агломерации одного крупного города и агломерации другого крупного города, то появляются мегалополисы. Не путать с мегаполисами. Мегаполисы – это где численность населения в городе превышает 10 миллионов. Значит, мегалополис, да, то есть это слияние агломераций, то есть скопление соседних, близко расположенных агломераций. Они начинают, соответственно, соединяться, и мы получаем мегалополисы. В мире существуют крупнейшие мегалополисы, такие как Токайда, то есть здесь соединилась агломерация Токио и Осака, да, крупные города, и в такой агломерации, да, в таком мегалополисе проживает 60 миллионов человек. Следующий – это Бос-Ваш, значит, это Бостон и Вашингтон. Здесь проживает более 50 человек. Если Токайда, мы говорим, понимаем, что это Япония, то Бос-Ваш – это, соответственно, Соединенные Штаты Америки. А, кстати, Соединенные Штаты Америки больше на себя берут именно по примерам мегалополисов. Значит, Бос-Ваш – 50 миллионов человек. Следующий – это Чипитс, то есть это Чикаго, Питтсбург. Более 40 миллионов человек проживают здесь. Это тоже, соответственно, идет в Соединенные Штаты Америки. Значит, это английский мегалополис, то есть в себя включают Лондон и Ливерпуль. 35 миллионов человек. Значит, это Рейнский, значит, Рансдат и Майн – 30 миллионов человек. Это Сан-Сан, да, это Сан-Диего, Сан-Франциско – 20 миллионов человек. Что еще нужно сказать? Значит, Субурбанизация, да, то есть это процесс роста и развития пригородной зоны крупнейших городов. Значит, опять-таки, связано с, скажем, ростом вот этих самых агломераций. Значит, Субурбанизация, да, то есть, чем она характерна? Значит, растущее благосостояние позволяет людям строить дома сельского типа, а в пригородах избегают таких переселений, больших городов, капшум, загрязнения воздуха, недостаток зелени и так далее. Значит, однако, население пригородов ни в коем мере не становится сельским. Практически все продолжают работать в городе. Значит, ну, еще есть такое понятие, как ложная урбанизация – это стремительный рост численности городского населения, не сопровождающимся ростом числа рабочих мест. Отличие от истинной урбанизации в том, что не происходит развитие городских функций, характеризующих мировой процесс урбанизации. Пребывающие в город сельское население пополняют армию безработных, а недостаток жилья приводит к образованию неблагоустроенных городских окраин с антисанитарными условиями, то есть трущок. И вот такая ложная урбанизация, она распространена в странах Латинской Америки и в странах Юго-Восточной Азии. Значит, ну, это, скажем, в таких общих чертах мы говорили с вами сегодня о населении Земли, как оно у нас расселяется, равномерно или же неравномерно, и, соответственно, где проживает у нас население и почему. На этом у нас урок окончен. Спасибо. До новых встреч.